Они парят в небе, как птицы. В Кунтаркалинском районе прошел объединенный чемпионат Юга России и Северокавказского округа по парашютному спорту. Продемонстрировать свое мастерство приехали спортсмены из 11 регионов страны. Дагестанским парашютистам удалось показать лучшие результаты в командных прыжках на точность приземления. Людей, которые умеют летать, увидела и наш корреспондент Севрина Шамхалова. Это больше похоже на танец в небе, но в парашютном спорте это называют «делать фигуры». Преодолевая ветер, спортсмены делают спирали и сальто почти в облаках. Шесть фигур за 10 секунд на высоте 2200 метров. Иначе ты провалил задание, но спортсмены легко с ним справляются. В команде, конечно, командный дух, во-первых. Во-вторых, ты переживаешь не только за себя, но и за члены своей команды, потому что какой ты и дашь результат, он повлияет не только на твое место в турнирной таблице, а он потянет команду либо вперед, либо назад. Поэтому больше ответственность. Но в команде веселее тебя всегда поддерживают. Соревнования Южного федерального округа по классическому парашютному спорту проходят в Дагестане на территории аэродрома в Хартмаскале. Всего в чемпионате участвуют спортсмены из 11 регионов страны. Состязание состоит из двух видов упражнений индивидуальной акробатики и прыжков на точность приземления. Это когда, прыгнув с высоты 1 километр, парашютист должен попасть ногой, носком или пяткой в круг диаметром всего лишь 10 сантиметров. Чтобы приземлиться и показать результат на точность приземления, они должны на электронный блин, он так называется, электронный блин, 16 сантиметров в диаметре. То есть, кто ближе к нулю приземляется, тот победитель. То есть, самый лучший результат – это нулевой, когда электронный ноль показывает ноль. Каждый сантиметр промаха – штрафной балл. В этом году самыми точными оказалась дагестанская команда. Ребята приземлились почти без помарок. Волгоградские спортсмены заняли второе место, Владикавказ – третье. Сами парашютисты говорят, что зритель видит лишь эффектные приземления. Но все самое интересное – за облаками. Правда, шагнуть в небо решаются не все. Зато если получилось, то становишься зависимым на всю жизнь. Не хватает той самой капельки адреналина, которую получаешь за определенный прыжок. И все равно какая-то частичка есть, которая тянет. И все равно зимой такие переломные моменты, когда хочется и все. В сентябре у парашютистов новые цели. Нужно достойно выступить на международном чемпионате памяти дважды героя Советского Союза Амитхана Султана. Так что дагестанские парашютисты уже приступили к тренировкам. Севрина Шамхалова, Марина Юсухова, Мадина Идрисова. Время новостей.